МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Закололи ножами. Шоковая новость, сколыхнувшая Ульяновск. В настоящее время проверяются сведения о том, что, возможно, противоправные действия были совершены обеими сторонами этого конфликта. Однозначно установлено, что он не связан с деятельностью молодежных преступных группировок. Следствия и социальные сети по-разному трактуют мотивы нападавших. Взрывы, потрясший город. Сидели, как раз в это время перекур был. Что-то такое, взрыв какой-то, стекла полетели, решетки полетели с окон. Бежали на улицу, смотрим, там дым такой, грипп такой большой, странное здание там, где были. Сразу закричали. Семь лет со дня трагедии на 31-м арсенале ВМФ. Полежать на Трампе недорого, без регистрации и СМС. На сегодня есть некоторые предзаказы на данную модель, как в страны покупателей и в США, так и в России, так и в странах СНГ. Поэтому мы смотрим с оптимизмом в будущее. Американский президент на службе российского бизнеса. Закололи ножами. Шоковая новость, потрясшая Ульяновск на минувших выходных. Нападения на подростков около популярного торгового центра в Засвияжье обсуждают сегодня на всех уровнях. Трое пострадавших в больнице. Фотографии с лежащими в лужах крови юношами облетела региональный сегмент интернета. Почему никто из взрослых не вмешался в драку и как удалось уйти нападавшим? Кто, кого, а главное, за что бил ножами на глазах десятков прохожих? Есть ли в истории след молодежных группировок? Ситуацией разбирался Евгений Луковкин. Три фотографии, на которых запечатлены последствия резни. Это практически все, чем сегодня располагает как интернет-сообщество, так и СМИ. В следственном комитете пояснили, видеозаписи с камер наблюдения торгового центра пока не изымались. Инцидент, в котором участвовало не меньше семи человек, произошел субботним днем неподалеку от входа в популярный торговый центр. Перепалка, переросшая в драку, в которой вдруг мелькнул нож. Все, что могут пояснить по случившемуся, случайные свидетели потасовки. Немногословно и полиция. Установлено, что на территории парковки торгового центра Засвежского района областного центра произошел конфликт между двумя группами несовершеннолетних, в результате которого трое из подростков получили ножевые ранения и были госпитализированы в медицинское учреждение. Ранения не представляют угрозу для жизни, добавили в полиции. Расследованием же происшествия занимается региональный следком. Уголовное дело возбудили по части 2-й 213-й статьи УК РФ «Хулиганство совершенной группы лиц». Все участники несовершеннолетние. Действием каждого будет дана соответствующая юридическая оценка. Случившийся не более чем подростковый конфликт, возникший спонтанно, утверждает СУСК. На данный момент в результате проведенных следственных действий и оперативных мероприятий установлены все участники этого конфликта. Изъято орудие, которое было применено в его ходе. Это нож, он изъят, осмотрен, по нему будут назначены соответствующие экспертные исследования. В настоящее время проверяется сведение о том, что, возможно, противоправные действия были совершены обеими сторонами этого конфликта. Однозначно установлено, что он не связан с деятельностью молодежных преступных группировок. Однако в социальных сетях, где инцидент обсуждается бурно и эмоционально, находятся комментарии от якобы друзей и знакомых потерпевших, в которых излагается альтернативная версия событий, и след молодежных преступных группировок проходит через них красной нитью. Я являюсь другом нападавшего и могу объяснить ситуацию. Три моих друга просто проходили мимо Аквамола, и к ним подошли три парня, принадлежащие к Песковской группировке. Начали вымогать деньги и первыми наносили удары. И, несмотря на это, никто из прохожих не обращал внимания. Дошло всё до того, что им угрожали вызвать своих пацанов, дабы расправиться с моими друзьями, если те не отдадут им деньги. И такое случается не первый раз. Они просто боялись появляться у этого Ашана, дабы не случилось таких ситуаций. И, видимо, одному другу уже надоело быть жертвой. И надоело безразличие со стороны прохожих, что он решил перейти к решительной самообороне. Тем самым нанёс на живые ранения. Достоверность этих комментариев, полагаем, легко проверить при необходимости. Однако считать именно их истинной в последней инстанции нельзя. Всё-таки вопрос находится по большей части в компетенции правоохранительной системы. Вместе с тем, в поисках подтверждения информации о том, что торговые центры сегодня стали настоящей точкой притяжения криминального и околокриминального элемента, мы пообщались по телефону с подростками, которые сделали ежедневные посещения таких мест фишкой, частью своей повседневной жизни. С другой стороны, любые происшествия с подростками не должны оставаться без внимания и выводов. В противном случае они выльются в системный характер с криминальным будущим. В областном центре и так произошло уже достаточно громких неприятных ЧП. Вспомним резонансный случай смерти подростков в парке Матросова. Та история тоже развивалась как конфликт двух групп подростков и также обсуждала в социальных сетях и СМИ тема влияния молодежного криминалитета на участников трагических событий. Придумывать проблему там, где её нет, занятие глупое, как в той басне про пастушка и волков. Вместе с тем, если условные волки всё-таки существуют, не стоит закрывать глаза и делать вид, что одной профилактикой можно искоренить проблему. Евгений Луковкин, Екатерина Музыряк, Алексей Матюнин, Олег Тоньшин, Александр Кудряшов, Константин Никитин. Репортер 73. В минувшее воскресенье исполнилось ровно 7 лет со дня взрывов на 31-м арсенале в Заволжской части Ульяновска. В первые часы после того, как в одном из цехов вспыхнул пожар и начали рваться подготовленные к утилизации боеприпасы, горожане не понимали, что происходит, где и чем это грозит. Более того, сотрудники предприятия сегодня вспоминают, якобы никакого оповещения о катастрофе им не поступало. Драгоценные минуты терялись на то, чтобы, выйдя на улицу, самостоятельно оценить происходящее и принимать экстренные меры по собственному спасению. ЧП унесло человеческие жизни. Оно надолго останется в памяти тех, кто находился практически рядом с эпицентром и чудом остался в живых. И тех, кого разрывы 31-го арсенала застали дома, в гостях, в дороге, в магазине, в театре. Спустя 7 лет люди вспоминают те события со слезами на глазах. Пятница, 13 ноября 2009 года. Время в 15.44. В Ульяновске раздается грохот такой силы, что в домах выбивает стекла и двери, а в магазинах рушатся витрины. Спустя некоторое время становится понятно, что пороховая бочка, на которой ульяновцы жили без малого полвека, представляет реальную опасность. Взрываются боеприпасы на 31-м арсенале. Об ź в домах выбрасывается в трюмидном запасе. На станцию даже не пошла, ну и маршрутка не пошла, поезды в сале, все встало, ну вообще, страшно было. Ну какие мысли вы в этот момент испытали? Да кто знает, а то что. Я же бы не умею, и все. Мы работали все в цеху же. Ну как, я уже, ну по себе, где-то ближе к 4, что-то произошло. Взрыв произошел, и мы не знаем, куда бежать, мы детей схватили и выбежали все отсюда. Мы сидели, как раз в это время перекур был, что-то такое, взрыв какой-то, стекла полетели, решетки полетели с окон. Мы бежали на улицу, смотрим, там дым такой, грипп такой большой, странное здание там, где были цех. Мы сразу закричали, там люди, все испугались, конечно. Ждали, когда начальство нас кто-то повестит, нас никто даже не оповестил. Сами мы оттуда бежали, кто как могли, через этот лес. Там горело уже 20 минут, нас даже никто не оповестил об этом. Не знали люди и то, что спасать отрезанных огнем сотрудников цеха бросились двое военнослужащих ВМФ. Рядовой Иван Кузнецов и мичман Владислав Панков. Очередной взрыв оказался для них роковым. Всего на ликвидацию ЧП отправились более 2000 человек личного состава МЧС, МВД, Минобороны, ФСБ, прокуратуры, медики и целый ряд других служб. Режим чрезвычайной ситуации на 31-м арсенале был снят спустя более месяца, 25 декабря. Общая сумма ущерба тогда превысила 227 миллионов рублей. Артем Петров, Олег Тоньшин, репортер 73. О том, в каких условиях буквально выживают люди, которые по сей день ютятся в полуразрушенных домах, расскажем 15 ноября в 19.50 в программе «Репортаж». А сейчас к другим темам. Лидеры по привлечению инвестиций во главе с президентом России обсудили накануне меры по повышению инвестиционной привлекательности регионов. Совместное заседание президиума и консультативной комиссии Государственного совета состоялось в Ярославле. Ульяновская область на особом счету у Владимира Путина. В одной обойме с Москвой, Тюменью и Татарстаном. Открывая заседание, президент отметил, что в таком формате мероприятие проходит впервые. Члены комиссии, главы регионов-лидеров по привлечению инвестиций. Их опыт наиболее успешной практике планируется распространить в целом по стране. Здесь последовательно снижаются избыточные административные барьеры, сокращаются сроки и процедуры предоставления государственных услуг. А сами услуги переводят наши коллеги, которые работают таким образом, в электронный вид. В результате получают весомую отдачу за счет развития бизнеса, имеется в виду и налоги, и новые рабочие места. По словам Сергея Морозова, внедрение регионального инвестиционного стандарта, разработанного агентством стратегических инициатив, позволило добиться улучшений делового климата и снять с повестки дня целый ряд проблемных вопросов. В Ульяновской области в пилотном режиме внедряется риск-ориентированная модель контрольно-надзорной деятельности. Создан единый реестр всех функций и полномочий контрольных органов. Проведены ревизии и устранены ситуации, когда одинаковые проверки дублируются разными органами контроля. Кроме того, сформирован реестр обязательных требований к объектам контроля, которые предусматривают не только нормы, но и ответственность за их нарушения. Также Владимир Путин подчеркнул, что создание комфортных условий социальной среды – один из ключевых моментов обеспечения устойчивого роста, стабильного развития экономики и социальной сферы. Инвестиционная привлекательность региона связана, как правило, с хорошими кадрами, высококвалифицированными. Они не будут работать там, где негде. Не в театр пойти, не детей устроить нормально. Это, конечно, очень важная составляющая инвестиционной привлекательности региона. Что тоже учитывается в разноуровневых программах развития Ульяновской области и каждого отдельно взятого муниципалитета. Компенсацию в 5000 рублей должны выплатить всем пенсионерам, заявил Владимир Путин. Напомним, в начале ноября вице-премьер России Ольга Голодец заявила о том, что единовременную выплату в 5000 рублей получит большинство российских пенсионеров, с исключением категории военных пенсионеров. Я отметила, что их пенсионная система имеет свои особенности. Их средняя пенсия сегодня составляет 22 тысячи рублей. Их система пенсионирования строится на иных принципах. В пресс-службе Ольги Голодец позже пояснили, что право на выплату 5000 рублей имеют пенсионеры, которые получают страховые пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. В конце октября в Государственную Думу поступил правительственный законопроект о назначении единовременной выплаты в 5000 рублей тем гражданам, которые получают свои пенсии через Пенсионный фонд России. Военным пенсионерам власти отказали в такой выплате, несмотря на то, что их пенсии не были проиндексированы в течение последних лет. С 2012 года, за 4 года, правительство ни разу не выполнило свое обещание о выплате компенсации при инфляции. В 2014 году инфляция составила 11%, нам, военнослужащим, пенсионерам, выплатили только лишь 7%. В 2015 году официально инфляция составила 12%, нам выполнили 7,5%. В 2016 году инфляция составила, по прогнозу, 6,5%, нам только выплатили 4%. И мы уже, как говорится, военно-пенсионеры, давно боремся с этой, как говорится, несоответственно, потому что государственные чиновники получают 100% пенсии, а мы получаем только лишь 0,54% от того, который будет. На сегодняшний день это составляет 69,9% от того, что мы, как говорится, заслужили. По каким причинам не были включены в перечень получателей военные, вышедшие на пенсию, Минтрут не пояснил. Министерство обороны и МВД также отказались от комментариев по этому вопросу. Но вовремя вмешательство, как говорится, и комитета по гособороне, и других, как говорится, силовых структур, я могу даже здесь сказать открыто, что большое спасибо генералу нашему Шаману, что вовремя, почему, потому что последний приезд сюда, ему были высказаны вот эти вопросы о том, что, как говорится, нас ущемляют. И вовремя, как говорится, как руководитель комитета по обороне, вмешался, я думаю, напрямую там вышел о том, что зреет недовольство военнослужащим. Президент Владимир Путин поручил правительству ввести изменения в законопроект о единовременной денежной выплате, чтобы эта мера поддержки коснулась всех категорий пенсионеров, в том числе и военных. На совещании с членами Совета безопасности в Кремле глава государства отметил, что обсуждал этот вопрос с премьер-министром. Возможности такие у нас есть, в бюджете есть соответствующие ресурсы. Мы также заслужили те компенсации, которые получают и государственные чиновники. Потому что если гром грянет, то в первую очередь идут военнослужащие. Мы берем этот вопрос по Сирии, берем Афганистан, берем Чечню. Ведь нам же все государство приказало. А почему нас обделять должны? В результате 11 ноября Государственная Дума в третьем чтении утвердила законопроект о единовременной выплате пенсионерам, которая заменила вторую индексацию пенсионных пособий граждан. Алексей Матюнин, Константин Никитин, репортер 73. От общероссийских финансовых тем к региональным, но тоже связанным с немалыми суммами. Бюджет городской и региональный. 25 октября первое чтение и принятие бюджета Ульяновской области. А первые соглашения по городскому на две недели позже, 10 ноября. Окончательные решения по Ульяновску будут известны в конце этого месяца. А уже 16 ноября ожидаем второе чтение регионального бюджета. До всех принятий и поправок губернатор области совместно с депутатами Единой России и регионального ЗАГС собрания обсудили вопросы распределения бюджета и первостепенные задачи партийной фракции. Открывая сегодняшнюю встречу, хотел бы высказать несколько принципиальных моментов. Первое. Мы должны в полной мере учесть мнение населения и в том числе предвыборное обещание, которое мы давали нашим избирателям в ходе этой недавно прошедшей и предыдущих избирательных кампаний. Областной бюджет 2017 года направлен на развитие социального сектора. В планах правительства приведение в порядок всех сфер общественной жизни, поднятие экономики и выполнение обязательств перед жителями региона. То положительного бюджета 2017 года, то, что на переселение из аварийного фонда заложено 100% средств. То есть в конечном итоге проблема переселения по состоянию на 1 дря 2012 года жилье будет закрыто в будущем году. Учитывалось мнение депутатов различных уровней, в том числе мы вносили свои предложения по реконструкции, ремонту ФАПов. Другие социальные вопросы, которые касаются, они были услышаны. В частности, в помощи поддержки потребно-кооперации, которые выполняют социальную миссию. Таким образом, пока региональный бюджет не принят, вносятся поправки и заблаговременно решаются вопросы по дополнительному финансированию проблемных отраслей. По плану на 2017 год и дополнительно на 2018 и 2019 год передовые позиции в работе с образованием, культурой и здравоохранением. Соблюдая преемственность проводимой бюджетной политики, мы сохранили социальную направленность бюджета. Но главу ГУЛА в этой части мы поставили вопросы, связанные именно с развитием человеческого потенциала, с повышением уровня жизни, качества жизни в регионе. Все это изложено в направлениях выделения средств на исполнение указов президента Российской Федерации, наказов граждан, повышение качества и доступности образования, медицинских услуг, культуры, социальной поддержки населения и области. На встрече затронули вопросы о финансировании ремонта и содержании областных дорог. По словам губернатора, дорожное покрытие за городом не соответствует качеству, которое предполагалось изначально при ремонте. А трассы и городские дороги загрязнены. Анжела Забашта, Александр Кудряшов, репортер 73. В кровати с Трампом. Необычную линейку запустили в серию на одной из мебельных фабрик Ульяновска. Трамп в кровати руководство фабрики изготовило в честь победы американского миллиардера на выборах в Соединенных Штатах Америки. Заработать на популярности и одиозности нового главы Белого дома – интересная идея в духе заокеанского подхода к ведению бизнеса. Но пойдет ли Трамп в народ? И много ли желающих найдется возлежать не просто рядом с президентом United States, а практически на нем? Российский производитель детской мебели, специализирующийся в первую очередь на производстве кроваток-зверят и кроваток-машинок, запустил в производство новую модель, отметив тем самым победу Дональда Трампа на президентских выборах. По сути, это все та же кровать-машинка, но с характерными элементами, в которых без труда узнаются детали нового главы США. Так, на бортах Трамп-мобиля можно увидеть американский флаг, а передний бампер украшен голливудской улыбкой миллиардера. Производители не забыли также воссоздать и другой не менее важный элемент образа Дональда – знаменитую прическу, которая исполнена из специального мягкого материала вдоль всей поверхности лежака. На сегодня есть некоторые предзаказы на данную модель, как в страны покупателей и в США, так и в России, так и в странах СНГ. Поэтому мы смотрим с оптимизмом будущий по продаже этих кроватей и, я думаю, будем расширять линейку схожих на эту кровать. Решение создать столь смелый эскиз было принято не только в качестве простого поздравительного жеста, но и по причине лояльного отношения Трампа к России, поясняет руководство предприятия. На сегодняшний день у фабрики уже есть 53 предзаказа на новую модель кровати-машинок, готовых к экспорту в США. Евгений Луковкин, репортер 73. В 2004 году в автокатастрофе погиб известный ульяновский спортсмен Ирика Хмедшин. В память о нем его друзья и родственники дважды в год проводят соревнования по разным видам спорта. В минувшие выходные спортивный зал 56-й школы собрал юных дзюдоистов со всей области. На татами спортсмены разыграли награды турнира памяти Ирика Хмедшина. 56-я школа выбрана не случайно. Еще в советское время здесь находилась одна из передовых спортивных школ, занимающаяся продвижением и популяризацией дзюдо и самбо. С шести лет он меня привел в этот спортзал, вот именно в эту школу. Здесь я тоже начинал заниматься борьбой самбо-дзюдо. Я просто хочу сказать, что мне очень приятно, что на эти соревнования собирается столько много народа, ребятишек, что им нравится бороться на этих соревнованиях. Мальчишки не скрывают радости побед и горечи поражений. Около сотни их с родителями и тренерами съехались из всех уголков Ульяновской области, чтобы на татами выяснить, кто же из них лучший. Их истории не похожи друг на друга. Кто-то захотел сам, кого-то к выбору спорта подтолкнули родители. Важно одно – все они хотят победить. Такой спорт хороший, борются, такие вдушащие, болевые есть, там броски такие, как сказать, ну, интересные. Мне пока не так же сложно, но потом, я уверена, что будут сильные нагрузки. Ну, пока нормально. Они очень важны, эти стомниры. Для чего? Для популяризации спорта, для популяризации дзюдо. Ну, я бы хотел сказать, что сегодня существует еще программа самбо-школы. Самбо-дзюдо – это родственные виды спорта. И сегодня на государственном уровне принята программа внедрения самбо-школы на трех уровнях. Сегодня министерство образования наше уже занимается этим вопросом. Продвижение и популяризация спорта сегодня задача приоритетная. Администрация города уделяет серьезное внимание созданию комфортных условий для занятия спортом. Сейчас в Ульяновске 647 спортивных сооружений, но от года к году их число увеличивается. Масса спорта развивается на территории города. То, что все юные спортсмены идут записываться в кружки, секции, клубы. И у нас от этого есть результаты, есть чемпионы мира. То есть те люди, на которых мы и делаем ставку. Есть чемпионы мира, есть участники Олимпийских игр. То есть мы и в дальнейшем будем развивать этот спорт. Необходимость развития спортивной инфраструктуры подтверждают и цифры. В 2005 году физкультурой и спортом в городе занималось 86 тысяч человек. Всего за 10 лет эта цифра выросла до 203 тысяч. А значит в Ульяновске будут появляться все новые спортивные площадки, фоки и спортивные залы, которые не будут простаивать. Владимир Гаврилов, Александр Кудряшов, репортер 73. И в завершении выпуска о громкой спортивной победе. Ульяновская хоккейная «Волга» продолжает уверенное выступление в чемпионате России по бенде. 11 и 12 ноября волжане на своем поле принимали столичное «Динамо». О ходе поединков и итоговом счете расскажем в следующем материале. Активное начало матча, ошибки соперника и 3-0 уже на 13-й минуте. Ульяновские хоккеисты продолжают борьбу за медали национального первенства по русскому хоккею. Московская «Динамо» после сокрушительных побед «Волжан» над водником. Фаворит их поединка не числилась. Исход матча болельщики предсказывали еще до стартового свистка. Однако столь разгромный счет предугадать было весьма сложно. В 66-й минуте встречи ульяновские хоккеисты вели со счетом 5-0. Мне немножко не понравилось наше движение. Так как наложилось как-то все. Может быть, игры наложились одна на другую. Может быть, мы что-то немножко неправильно сделали. Но в целом разбегались только тогда, когда забили, может быть, пятый гол. Дальше больше. Мечи в ворота столичного галкипера «Волга» забивала один за другим. Седьмой гол оформил Денис Цицаров. Следом через две минуты сильным ударом под перекладину отличился уже Максим Рязанов. Затем болельщиков порадовал Владислав Гузнецов. А точку в поединке поставил Александр Степанов, который уверенно реализовал выход один на один. Немножко не получилось то, что мы задумали. Ну, как сыграть правильно, по-моему, быстрые голые, позиционные ошибки. Ну, тут свой-то молодые игрокам, если их еще учатся, они маши как-то. А после того, что я хотел сказать, что команда «Волга» всегда была сильнее. С ее сложным поведением. Сухой счет в хоккее с мячом – редкий исход поединка, тем более в столь динамичной игре. Однако красивая атака, а главное – грамотная оборона, привела ульяновскую команду к очередным победам. 9-0 и 11-6 в пользу «Волги». Итог двух встреч с московским «Динамо». Следующие поединки волжане проведут 20 и 21 ноября на льду «Волга-спорт-арены» против нижегородской команды «Старт». Артем Петров, репортер 73. Специальное предложение по вкладам «Промсвязьбанка». Ставки до 11%. Идеальное сочетание надежности и доходности. 41-36-53 в Ульяновске. Центр языков и культур Ульяновского государственного педагогического университета приглашает всех желающих на курсы английского, немецкого, французского, испанского, японского и китайского языков. В нашем центре вы получите качественную языковую подготовку. Занятия в центре проводят преподаватели факультета иностранных языков Ульяновского государственного педагогического университета, одной из старейших языковых школ по Волжье. Преподаватели центра помогут слушателям подготовиться к сдаче единого государственного экзамена и международных экзаменов по английскому и немецкому языкам. Пройдя подготовку в школе французского языка, желающие смогут сдать международный экзамен Дельф во французском ресурсном центре нашего университета. С центром языков и культур Ульяновского государственного педагогического университета обучение будет успешным и приятным, и вы будете чувствовать себя уверенно в любом уголке мира. Подробности по телефону 44 30 73. Лёвушкино студио. Стиль, актуальность, креатив. Здесь открываются новые горизонты парикмахерского искусства. Команда профессионалов, асов своего дела поможет создать идеальный образ на каждый день или запоминающийся для торжественных событий. Постоянное обучение новым методикам окрашивания и техникам стрижек. Тематические дни для любимых клиентов. В Лёвушкино студио сделают все, чтобы вам хотелось вернуться сюда вновь. Профессиональный уход, актуальный цвет, эффектные стрижки и укладки, а также моделирование и окрашивание бровей, маникюр. Лёвушкино студио меняет образ и дарит радость. Улица Пушкинская, 4А. Телефон 70 09 49. Дорогие гости и жители Ульяновска, добро пожаловать в первое венское кафе в Ульяновске «Венские десерты». Вашему вниманию традиционные и эксклюзивные десерты, приготовленные по рецептам Вольфган Тербен, шеф-кондитера старейшего отеля Вены «Гранд Отель Виен» с рестораном «Две звезды Мишлен». В сочетании с первоклассной выпечкой подается титулованный кофе «Амбассадор» венской кофейной культуры «Джулиус Мейнл». Побалуйте себя в кафе «Венские десерты». ТРЦ «Аквамол». Второй этаж. Телефон 749 499. Профессиональный тренерский состав, индивидуальные занятия, новейшая система очистки и подогрева воды, а также лояльные цены. Все это бассейн «Буревестник». Шесть 25-метровых дорожек, способные одновременно принять до 70 человек. На базе комплекса действует массажный кабинет, где сеансы проводят одни из лучших специалистов города. Массаж оказывает пользу для нервной, сердечно-сосудистой и лимфатической систем, улучшает кровоснабжение, укрепляет опорно-двигательную систему. Телефон для справок 4402-85. «Буревестник». Быть первым, быть лучшим. Важная информация от репортера 73. Запомните телефон рекламного отдела 304173. Здесь есть все от рекламных роликов, сюжетов до объявлений и бегущей строки. Звоните 304173 и вы в эфире. И это все на сегодня. Делайте новости вместе с нами. Звоните 304073. Читайте и смотрите www.reporter73.tv. Реальность сама складывает картину дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова